Всем привет! Это обзоры от Mob.ua, а у микрофона я, Амортис. Поехали! Сегодня у нас практически брат-близнец многими любимой игры Trine, сделанной под Android. Игра носит красивое и сказочное название EverTales, и сегодня мы её, так сказать, пощупаем. Входим под своим профилем, и первое, что мы видим, это печка. Камин, если быть точным. А перед камином лежит книжка, полная офигительных историй, участниками которых тебе предстоит стать. Эта самая книжка совмещает в себе функции главного меню и рассказчика. И на странице мы видим, на какой главе остановились, и также краткую текстовую историю о том, что в этой главе происходит. Далее мы переходим в меню персонажей, где можем на них полюбоваться. Персонажу у нас, конечно же, три. И, конечно, это офигенно оригинальные Воин, Маг и Лучник. У каждого из них есть некоторое количество присущего классу оружия, которое можно улучшать за монетки, которые ты собираешь в игре. Давай не будем тянуть и поскорее насладимся геймплеем. Ииии, это не трайн. Ну, я о графике. Конечно, я и не ждал чего-то слишком уж красивого, но всё же. Так, давай сперва об управлении и интерфейсе. Управляется наш персонаж джойстиком, который традиционно находится слева. А справа две кнопки, удар и прыжок. Собственно, всё. В левом верхнем углу портрет персонажа, полоска жизни и количество собранных монеток. Здоровье, кстати, одно на всех троих. Да, персонажей сразу трое, и мы переключаемся между ними по мере надобности. Каждый персонаж имеет свои сильные и слабые стороны, и пройти уровень можно только комбинируя их. Ну, по крайней мере, так было задумано. Давай, раз уж речь пошла о классах, о них родимых и поговорим. Воин. Жирный дядька в доспехах и с большим мечом. Он получает меньше урона, а наносит больше. Прыгает он хреново, да и вообще всё, кроме драк, делает хреново. Эльф-лучник. И, как ни странно, это эльф-лучник. Кто бы мог подумать. Он умеет стрелять, при том только прямо, без прицеливания. Стреляет не очень больно, но главная его способность – прыжки. Он прыгает высоко и умеет делать двойной прыжок, что просто необходимо для сбора монет и преодоления препятствий. Ну и маг. Абсолютно бесполезный класс. Я так и не понял, зачем он нужен. Видимо, авторы настолько увлеклись слизыванием всего с другой игры, что просто не захотели сделать кого-то другого. Маг умеет пускать огоньки и... медленно падать. Да, он планирует и плавно приземляется. Такие дела. Враги. Враги просто дичайше, тупые. Такое ощущение, что искусственный интеллект здесь взят с Денди, ну максимум с Сеги. Например, если я иду по карнизу, а враг находится на уровне подо мной, он не будет пытаться залезть ко мне. Он просто будет стараться встать прямо подо мной. Честно говоря, уж в 2013-м-то году могли бы сделать что-то поинтереснее. Ну а в конце каждого уровня мы деремся с боссом. Боссы тоже не блещут умом, но у них хотя бы есть заскриптованный набор действий, который создает видимость разнообразия. Тактика боя — прыгать и бить. Бить и прыгать. Но не спеши ставить на игре крест из-за того, что я сказал выше. Иногда, когда становится совсем скучно, игра преподносит некое разнообразие. Например, когда ты плывешь по морю на доске и уворачиваешься от ядер. Короче говоря, итоги. Минусы — серая невыразительная графика, деревянные враги и мало динамики. Кроме того, никакой оригинальности. Плюсы. Ну, наверное, как таймкиллер игра и неплоха, но после трайна я никаких особо сильных эмоций от неё не ощутил. Советую скачать и заценить, вдруг понравится. На сегодня это всё. Если понравился обзор, подписывайся, комментируй, лайкай и делись. С тобой были Николай Подгурский, Фёдор Амуртис и обзоры от Mop.ua. До скорого! Субтитры сделал DimaTorzok